Дорогие мои, здравствуйте! Сегодня продолжим говорить о книге, которая в процессе перевода. И мне самой не терпится уже как-то это всё сформулировать в единую какую-то систему, чтобы это был уже готовый материал, даже хотя бы по упражнениям, а впоследствии полный весь текст. Очень интересно на самом деле, о чём сегодня хочу вам рассказать. В этой книге, это вторая книга Сэнфорда Беннета, он более подробно в самом начале описывал своё физическое состояние до, в процессе и после уже. То есть он за собой наблюдал несколько лет, вот он сейчас 50 лет, заниматься, экспериментировать, собирать информацию, пробовать на себе различные упражнения. И параллельно он проходил осмотр у доктора. И доктор фиксировал то, какие изменения происходили, то, что он видел. Собственно, и в книге есть пример вот этих клинических отчётов, как они выглядели, что писал доктор. Я немного вам сегодня расскажу об этом, зачитаю. Вот самый первый клинический отчёт доктор Карл Рэнс, Сан-Франциско, он его писал. Это самый первый приём. Господин Сэнфорд Беннетт в течение последних 11 лет часто проходил профессиональные осмотры. Или, как показывают записи в моём кабинете, первый осмотр был проведён мной 5 февраля 1895 года. Это первый осмотр, который провёл доктор. Приступая к периодическим обследованиям, он попросил меня тщательно фиксировать все изменения в его физическом состоянии, которые я мог бы обнаружить, объяснив, что он разработал систему мышечных сокращений и чередования расслаблений, которую он практикует лёжа в постели и которая, по его мнению, устраняет изношенные или мёртвые и засоряющие клеточные ткани, надеясь, что таким образом он сможет омолодить свой организм, который в тот период демонстрировал состояние обычное после 50-летнего возраста. В целом он выглядел как человек, чья работа предполагала постоянное нахождение в помещении. Сегодня это, например, люди, которые работают в офисе. В общих чертах его первые записи таковы. Рост 5 футов 6 дюймов, вес 136 фунтов, живот с выраженной эмбональной точкой, кожа бледная, варикозное расширение вен на внутренней стороне правой ноги, пользуется эластичным чулком. Шея 14 дюймов, кожа вокруг горла висит рыхла. Ну вот, например, у меня тоже кожа, кажется, рыхлая, и мне бы не хотелось, чтобы она далее плохо выглядела. Ноги хорошо развиты, мышцы рук атрофированы и дряблые от недостатка физической нагрузки. Лоб с глубокими морщинами, волосы тонкие, темные, с сединой на макушке, совсем лысые. Там у него видна фотография, до которой я прикладывала в других видео о том, что у него была явно выраженная лысина. Расширение грудной клетки 3 дюйма, симптомы артеросклероза, развиты незначительно. Слух и зрение хорошие, размеры печени нормальные, сердце нормальных размеров без поражения клапанов. Пульс около 76, не совсем регулярный. Легкие в норме, жалобы на хроническую диспепсию, расстройства после еды, желчь, сердцебиение. Темперамент очень нервный. Моча без сахара и альбумина с высоким удельным весом. Иногда содержит мочевую кислоту, иногда фосфаты. Общее физическое состояние плохое. Внешний вид человека, который уделял много внимания своему бизнесу, пренебрегая здоровьем. Подпись доктор Рэнс. Напомню, первая запись 1895 год. 5 февраля. Следующая запись, которая представлена в этой книге, это клинический экзамен 1 апреля 1906 года уже. То есть спустя 11 лет. Или по истечении 11 лет с момента первого экзамена обследования. На данный момент я обнаружил значительные изменения в состоянии мышц, органов, кожи, волос и общего состояния здоровья испытуемого. Действительно кажется, что он намолодился. Волосы, ставшие седыми, стали очень пышными. Никаких признаков былого облысения. Шея, увеличившаяся до 15 дюймов, гладкая, очень мускулистая. По внешнему виду шея молодого человека. Помним, была шея 14 дюймов, на 1 дюйм увеличилась. Горло полное. Кожа в этот момент уже не рыхлая, не свисающая, но упругая. Подбородок и щеки круглые. Лицо гладкое, цвет отличный. Внешний вид лица здорового, хорошо сохранившегося мужчины не старше 40 лет. Морщины, которые ранее существовали, исчезли. Развитие рук, груди, спины, плечи и брюшные мышцы, как у 30-летнего спортсмена. Сердце здоровое, отсутствие сердцебиения или нарушения ритма. Объем грудной клетки 5,1 дюйма. Талия 28 дюймов. Жира на животе нет, пищеварение хорошее. Отмечается значительная сохранность целостности тканей и функциональной активности. Обследуемый сейчас 66 лет, а он сохранил всю упругость и внешний вид молодого человека. 66, только вдумайтесь. Даже если ему потребовалось 11 лет на то, чтобы проэкспериментировать, проверить на себе все эти упражнения, которые он делал, собрать какую-то информацию, выбрать для себя оптимальные, подходящие упражнения, которые ему идут, которые он чувствует, что есть результат, это удивительно. То есть у нас, в нашей культуре, вокруг нас, то есть вокруг нас, вообще вот у меня даже в окружении и вокруг люди, которые проживают в возрасте 66 лет, подтянутых, активных, бодрых старичков маловато. И мужчин, и женщин, ну то есть мы сейчас по гендеру не распределяем вообще по состоянию физическому. Они выглядят как пожилые люди, причем у многих к этому возрасту открывается очень много хронических болезней. Особенно те, которые, да и те, которые физически были активны в юности, может быть, но впоследствии тяжелая работа какая-то сказалась на здоровье. И если даже сейчас, вот в моем возрасте, 37 лет, начать эти упражнения, параллельно, да, делая акцент на оптимальное питание, поменьше вредности, хотя, которые я себе позволяю, и отследить, что в течение 11 лет я буду выглядеть лучше, а не хуже, ну я буду очень довольна. При таких благоприятных физических условиях было бы чистой спекуляцией рассказывать мнение о возможной продолжительности жизни в будущем. Это сам доктор пишет. Результаты моих обследований свидетельствуют о стабильном улучшении обследуемого возраста, когда такое улучшение очень необычно. Но мы, конечно, еще делаем скидку на то, какие это года, да, 1906 год. Это состояние, по-видимому, достигнуто исключительно благодаря систематическому методу мышечных сокращений и чередования расслаблений, которые он ежедневно практикует. Тут, конечно, вопрос дисциплины все-таки встает. Успех, которого добился мистер Беннетт, является практическим подтверждением истинности его теории о том, что секрет здоровья, долголетия и эластичности тела заключается исключительно в удалении мертвых и изношенных клеточек тканей, которые, если позволить им оставаться в организме, будут препятствовать его функциям и сокращать жизнь. И что единственный метод, с помощью которого эти мертвые клеточные вещества могут быть удалены, это мышечная активность. Так что, ребята, я вас приглашаю присоединиться к этим упражнениям, которые будут у меня также в отдельном блоке. То есть будет книга целиком в печатном варианте, доступна. И будет блок упражнений, видео, блок упражнений, которые предлагает в этой книге Сэнфорд Беннетт. Максимально подробно постараюсь в них разобраться для того, чтобы показать. Это будет тоже доступно, другая стоимость, естественно. Ну, кому интересно, будет книга полностью.